всем привет в этом видео я буду моделировать скамейку эта модель несложная но если вы начинающий моделлер то это видео вам будет полезным ну что же поехали приятного просмотра значит таким образом выглядит модель вот она что первым делом я делаю так как нет у меня размеров и и есть только изображение то я пытаюсь представить каких же на размеров может быть ну примерно здесь может вместиться четыре человека судя по этим выемкам спинки этой скамейки примерно четыре человека и на одного человека примерно 40 сантиметров ширины моя сетка разделена по 10 сантиметров home grip 10 сантиметров модель разрешение картинки разрешение картинки 1200 на 1006 и здесь пропорции такие же самые сделал на 10 меч так 4 человека 40 сантиметров 1600 миллиметров если не ошибаюсь в общем метр шестьдесят это длину должна быть наша скамейка и просто я беру так и увеличиваю под нужный мне размер можно добавить бокс для ориентира и дать ему размер 160 сантиметров метр шестьдесят нажимаем alt x чтобы наша модель стала прозрачным сквозь которую мы можем видеть наш референс увеличиваем дальше наш референс до размера бокса ну вот примерно так и теперь зная размеры можно приступать к моделированию ну что же я буду моделировать чтобы не откликаться на комментарии может быть потом буду включаться иногда сейчас я отключаю звук смотрим на гейкость значит первым делом я сделаю вот это вот подлокотник применю я к этому делу сплайн выбираем линию и допустим с этого угла начнем делать наш подлокотник вот 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 Продолжение следует... 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 так теперь нам надо сделать здесь объем так как у нас здесь получилось отверстие как это сделать нажимаем на тройку или на border в editable поле модификаторе выбирается граница переходим на на двойку на edge и убираем выделение двух ребер затем нажимаем bridge соединяется все кроме этих двух ребер выбираем дополнительно снова отсутствующие два ребра этих нажимаем bridge и у нас получился объем если нажать полностью все ребра выбрать нажать bridge то получится ничего не получится он их склеит но ребра здесь будет лежать не так как здесь ровно а будет наискосе перекручены и и Продолжение следует... 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 Эта модель подразумевается, что она сделана в средние века, поэтому я здесь сделал доски кривые как по фасаду, так и по... так сказать, выступают они. И убрал ненужные полигоны в некоторых местах. Можно, конечно, сделать объем, но так как она будет стоять, вряд ли эта скамейка будет участвовать в каких-то падениях или еще в чем-то. Просто она будет стоять где-то в игре, и на ней NPC там, допустим, да, или главный герой даже может быть обратить на нее внимание. В общем, каким-то образом она будет взаимодействовать, но падать вряд ли будет. В всяком случае, мне об этом заказчик ничего не сказал, поэтому я делаю так, чтобы немного сэкономить... Немного сэкономить полигоны. Ну, общий полигонаж у нее 583 полигоны, если не ошибаюсь. Я делаю всегда клон, мало ли может придется ее когда-то редактировать. И помещаю в отдельный слой, который не видно, и он не мешает при моделировании. Так, еще раз просмотрим, все ли нас устраивает. Применяем, соединяем, в общем, все стаки модификаторов в один editable поле я делаю. Потом применяю название. Так, это не то название. Применяю название. Так же я беру материал и применяю его ко всей модели. Это нужно для того, чтобы в последующей обработке, допустим, в Marmode Seat или Substance Painter, у нас было одинаковое название по материалу и по самой модели. Не будет никакой путанины, путаницы, с чем я неоднократно сталкивался. Поэтому я теперь делаю именно так. Дальше мы добавляем все оставшиеся части модели. Соединяем все это в одну. Нажимаем перспективу. И смотрим. Выглядит вроде неплохо. Сохраняем и экспортируем. Export selected. Done. Модель готова. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...